Свой фильм прислал нам мастер из города Сочи. Звать его Абармен Грач. А это новая работа этого мастера. И посмотрите, какие чудеса делает этот мастер с города Сочи. Он делает заборы. Что самое главное во дворе? Это забор. Как бы забор это лицо этого хозяина. И можно понять по забору, кто живет на этой усадьбе. А это, посмотрите, каркас дракончика. Вот так он выглядит. Небольшая скульптура. Не требует много материалов. И великолепно смотрится. Этот дракон будет охранять вход в этот двор. И следит это умное животное, сказочный персонаж, которое много живет, и оно богатое. И следит, как говорится, за своим добром. У него обычно есть где-то пещеры, где он собирает добро много сотен лет. И, как говорится, есть чему у этого животного поучиться. Или у этого сказочного персонажа. Ну и рядом, смотрите, каркас цапли. И вот, гляньте, какая интересная работа. Каменные такие вот столбы, арочка. И там и дерево закованное. И вот, смотрите, на этой стороне находится дракончик, который все видит и все замечает. Ну и великолепный камень. Уже этот камень можно узнать. Очень аккуратная, чистая работа. И посмотрите, какие объемы делает этот мастер. Уже мы видели несколько работ этого мастера. И все они пользуются очень популярностью, хорошо просматриваются. Потому что, ну, это работы те, которые нужны народу. То есть, это вот забор, вход. Посмотрите, какие столбы, сколько идей. То есть, и каменный забор, и в то же время, и применены вот такие деревянные столбы. Все это создает оригинальность такому забору. И посмотрите на углу, какая интересная работа. И сундуки, и змеи. Ну, сейчас ближе будет, я подробнее расскажу. Посмотрите, какой внизу камень. Он крупный. Колонны тоже имеют. Здесь не просто любой камень сделал. То есть, на столбах дорогой камень сделанный. И внизу крупный камень. А потом уже идет помельче камень. То есть, есть смысл, есть понятие. Не просто там нарисовал, что нарисовал. То есть, вот такой, как бы, назовем современный камень. То есть, не просто там старинный. Ну, вот, то есть, это богатый хозяин, который может позволить вот и камни подобрать под забор, и бревнам, и ковку применить. И видите, даже сундук какой-то у него на углу находится. И видите, такой фрагмент. Вы потом увидите, что здесь будет живопись. Ну, и видно, что забор кирпичный. Ну, видите, когда поштукатурили, там швы, они или имеют свет, чуть-чуть другой. Видно, что это там, ну, или газосиликат. Ну, я просто увидел забор. Вот, видите, это даже номер улицы и название, которое написано, то есть, подошел. Это тоже такой вот, как бы, интересный подход. То есть, и рядом еще и кованый забор. То есть, сразу смешание нескольких стилей, и вот такой интересный, получается, дизайн забора, или там вот этого дома. Смотрите, какой великолепный дом. Ну, я думаю, что мы еще будем много видеть работы этого мастера. Вот идет, как бы, такой обзор. И вот эти элементы скульптурные, они очень украшают, как бы, работу этого мастера. И, ну, сам фасад дома, сам забор. И, смотрите, задний план. Там горы, вот такой, ну, это Сочи, как говорил. И интересная очень усадьба, которая находится, ну, в этом регионе. Ну, это такая жемчужина России, где, то есть, это и курорты, и само место, ну, и климат такой, который позволяет здесь, ну, почти, будем говорить, зимы здесь нету. А это, посмотрите, уже вот покраска. То есть, вы видели забор, который был просто сделан. А посмотрите, что творит краска. То есть, каждый, вот, камень имеет свой цвет, ведь и низ, и снизу, как я говорил, крупный камень, он покрашенный более темным цветом. И вот, смотрите, какой интересный сундук. То есть, люди в угол дома закладывают деньги, засыпают, и, ну, чтобы богатство не побывало. А здесь, прям, замуровали целый сундук золотом. Ну, вот, видите, и деревья там, и филин сидит, и, ну, короче, уже есть наработки, которые, вот, прекрасно сочетаются с этим забором. И, глядите, там еще такой удав, не знаю, как или это анаконда. Ну, короче, давайте, змея, которая живет под этим забором, и она следит за сундуком золотом. Не просто муровали, а есть еще и змей. Змея мудрая, наверху дракон тоже мудрый. И, вот, видите, вот такой сундучок, который, ну, первый камень был положен в сундук. И это является вот таким вот, ну, будем говорить, достопримечательностью этого забора. Ну, и, видите, место под живопись оставленное. И, вот, уже там и цапля стоит, или-то айс, я, как бы, айс, наверное, который там, цапля, она туда не залезет, цапля на болоте живет. Ну, вот, короче, не только там драконы, ну, вот, есть такие хорошие птицы, которые там детей таскают откуда-то, ну, есть такая... Ну, вот, именно, посмотрите, на фасаде вот такая интересная задумка. Сундук, а это уже вот такие фотографии готовые, ну, сделанные. То есть, и задний план дом великолепно смотрит. Тоже бежевый цвет, все продумано. Ну, в какой тональности сделано. Так что, смотрите, вот, за этим мастером. То есть, очень аккуратный и большие объемы делает. И, самое интересное, он, ну, как бы, сам работает. Это небольшая там фирма и бригада. И, вон, видите, живопись на заборе.